Ирландский центр разведения Нескаковых лошадей Фильм Михаэля Штофрегена Бюллера Паддоги для лошадей, похожие на парк Здесь можно полюбоваться жеребцами, которые передают своему потомству силу и скорость Мягкий климат, чистокровные кобылы пасутся на отличных известняковых почвах Мирная идея под ирландским небом Жокеи во время утренней разминки Они тренируют лошадей на огромном ипподроме Куррак Территория которого занимает 20 квадратных километров Во времена кельтов здесь устраивали скачки ирландские короли Из 28 ипподромов страны этот самый большой Здесь бьется сердце индустрии конного спорта Очень важной с точки зрения экономики С 1866 года ежегодно в последнее воскресенье июня На этом ипподроме проходит ирландское дерби Килдор Городок с тремя тысячами жителей в 45 километрах западнее Дублина Этот город – столица лошадей О главном событии – скачках дерби Можно прочесть на плакатах, которые повсюду развешивает спонсор пивоваренный завод На маленькой рыночной площади очень много пивных В многочисленных пивных жители городка могут придаться своей страсти делать ставки А потом обсудить скачки в многочисленных барах Килдор находится на пути к красивейшим местам на западном побережье Городок, которому практически нечего предложить туристам, может задохнуться от машин Но, к счастью для Килдора и его окрестностей, здесь есть лошади, которые очень привлекают туристов Сотни тысяч людей приезжают сюда каждый год, чтобы в одном месте увидеть такое огромное количество заводчиков и тренеров Тут зарождался сегодняшний успех – черное аббатство В XIII веке его построили монахи Мальтийского ордена, которые тогда разводили боевых лошадей для крестовых походов Через 700 лет, летом 1900 года, сюда пожаловал влиятельный гость Что имело далеко идущие последствия Гость из Шотландии, верхом на коне в красном сюртуке Это полковник Уильям Холл Уокер 44-летний сын очень богатого хозяина пивоваренного завода Подыскивал подходящее место, чтобы осуществить свою мечту – разводить лошадей в Ирландии Холл Уокер, в юности жакей-любитель, был эксцентричным человеком У него была странность Он непоколебимо верил во власть звезд и намеревался разводить лошадей, руководствуясь предсказаниями небесных светил Для каждой лошади должен был быть составлен гороскоп, чтобы точно знать о ее будущих достижениях Решение было принято на озере Его богатая карбонатом кальция вода очень полезна для формирования костной системы лошадей Холл Уокер купил у Годи земли Тулли И с 1894 по 1914 год был самым успешным заводчиком Великобритании Кроме того, своенравный шотландец создал нечто, что пережило его самого По его приказу японец разбил сад камней Оазис тишины, в котором Холл Уокер мог медитировать и размышлять о переменчивом везении на ипподроме Сегодня этот японский сад один из самых красивых в Европе Заколдованный рай с философским посланием На теряющихся в зелени дорожках, которые трудно показать с помощью камеры Символически помечены моменты жизни, от рождения до смерти Красный мост жизни – центр сада К нему можно пройти через туннель незнания, холм познания, остров счастья и мимо фонтана мудрости Остаются только ворота вечности Лошади ирландского национального конезавода рядом с японским садом больше всего привлекают туристов Жеребцы живут здесь в конюшне под очень оригинальной крышей Так Холл Уокер, ее основатель, выразил свое пристрастие Через окна звезды и луна должны были заглядывать в конюшню и дарить лошадям удачу на ипподроме Совсем неподалеку просторные поддоки В каждом из них пасется только одна лошадь Это только ее территория С боязнью, но и с любопытством лошадь приближается к изгороди Это четвероногая легенда – винтаж кроп Он первый обученный в Европе жеребец, который выиграл австралийский Мельбурн Кап И он первый ирландский жеребец, который заработал для своего хозяина миллион фунтов Винтаж кроп, чья бронзовая статуя стоит на ипподроме Курак Проведет здесь свою старость Его соседа, восьмилетнего жеребца-производителя, зовут Риджвуд Бен А это новая звезда конезавода – десерт Принц Ему четыре года Он подвижен, активен и полон жизни Этот гнидой жеребец закончил свою карьеру на ипподроме Итог его работы внушителен Он выигрывал скачки в Аскоте, Донкастере, во французском Лонгчампе На некоторых ипподромах он был быстрее всех конкурентов, когда-либо там бегавших Его гены гарантируют успех Конюшня для кобыл На всей территории, далеко друг от друга, расположены четыре таких конюшни Только так можно избежать заражения в случае эпидемии Разумеется, у каждой кобылы, пасущейся в этом поддоке, со своим жеребенком, есть свое стойло Одновременно в конюшне могут находиться 300 племенных кобыл В Килдор привозят для случки кобыл из всех европейских стран, а иногда и из Америки Потому что в разведении чистопородных лошадей до сих пор запрещено искусственное оплодотворение Только после нескольких недель на Зеленом острове кобылы могут получить потомство с признаками ирландских лошадей Сан Шериот Ярд Центральное здание ирландского национального конезавода Ста его сотрудникам приходится обходиться без помощи государства Но благодаря хорошо налаженной работе с частными заводчиками Удается ежегодно зарабатывать несколько миллионов прибыли 17 лет заводом руководит Джон Кларк Говорит Джон Кларк Наша основная задача – обеспечить заводчиков жеребцами-производителями Мы покупаем скаковых лошадей в конце экспортивной карьеры и привозим к нам Заводчики из Ирландии и других европейских стран привозят сюда для случки своих кобыл Таким образом мы зарабатываем Но вашей главной задачей является разведение скаковых лошадей? Да Мы не разводим лошадей для охотничьей езды Конечно, такие лошади у нас тоже есть Но главное для нас – разведение скаковых пород Ваш завод преследует в будущем конкретные цели, да? Да Мы хотим улучшить качество породы и разводить больше жеребцов Важным является также разведение будущих лошадей-победителей от наших кобыл Как вы используете то, что конезавод и японский сад так привлекают туристов? Это отлично вписывается в наш общий план и очень важно для нас А этому мы считаем, что люди, приезжающие сюда, учатся любить лошадей Многие из туристов потом покупают у нас лошадей Мы думаем, что это надо только развивать Кажется, расчет оправдывается Туристы из разных стран приезжают на экскурсию по конезаводу И узнают о том, как он живет Кажется, туристам нравится профессионализм и обаяние сотрудницы завода Туристам показывают стойло и мастерские, где они узнают, что необходимо для работы конезавода В целях экономии в шорной мастерской, прямо рядом с кузницей и лабораторией Всю упряжь и хмуты изготавливают и чинят сами Кожу закупают в большом количестве и раскраивают Шорник показывает туристам, как правильно делать отверстие временной упряжи Кульминацией экскурсии является знакомство с главными героями Известными жребцами-производителями, отцами будущих асов ипподрома Туристам показывают шестилетнего Ашкалани Эксперты считают, что его отличает сильный спорт, финишный рывок Очень красивый рыжий жеребец, победивший в пяти скачках Бывший тренер считал его самым лучшим среди всех своих лошадей Ашкалани происходит от линии жеребцов Нуреев и Норзен Денсер Они принадлежат Ага Хану, владельцу 20% акций завода Это стоило жеребца Индиана Ридж Ему 14 лет и он старейший на заводах Он много сделал для славы ирландского коневодства Его потомки получали на аукционах главные призы Поэтому цена с лучки с ним достаточно высока Так называемый прыжок стоит 75 тысяч евро Ежегодно конезавод посещают десятки тысяч туристов Многие из них приходят в небольшой музей, чтобы узнать об истории коневодства в Ирландии Развитие коневодства показано просто и наглядно Ледниковый период, приход новых пород с европейского континента Кельтские, раннехристианские и англо-нормандские периоды Когда коневодством занимались в основном монахи В этой витрине предметы 19-20 веков Удела, ножницы, подковы В центре зала, как икона, скелет Аркля Этот удивительный жеребец каждый день выпивал бутылку пива Гиннес И был героем Степельчеза Когда в 1970 году Аркль умер, вся Ирландия была в трауре В музее чтят человека, который сто лет назад заложил фундамент сегодняшнего успеха конезавода Это полковник Холл Уокер Чьи лошади перед Первой мировой войной выиграли в Англии золото в Аскоте и даже приз в дерби Книга по составлению гороскопов в кожаном переплете Свидетельство того, что Холл Уокер страстно увлекался астрологией Но самым интересным экспонатом является эта роскошно изданная книга с надписью «Подарок государству» и словами «Национальный конезавод» Это свидетельство решения, которое принял Холл Уокер В 1915 году он продал свою ферму Тулли правительству Лондона, которая открыла здесь первый британский национальный конезавод В книге картинки с изображениями поместья Японский сад, шесть племенных жеребцов, 43 кобылы, однолетки и жеребята Так как Холл Уокер продал завод государству по цене ниже рыночной Он получил в благодарность титул лорда ВФ-3 и место в палате лордов В память о нем нынешнее руководство завода превратило внутренний двор в японский сад камней Ирландский национальный конный завод на окраине городка Килдор притягивает туристов Не только любители лошадей стремятся увидеть этот удивительный комплекс Конюшни, завод, музей, японский сад На память в магазинчике при заводе можно купить сувениры Ежегодно отсюда уезжают почти 140 тысяч довольных туристов В нескольких километрах отсюда совсем другой мир Эти ворота открываются лишь для избранных Это вход в ирландскую штаб-квартиру Международной империи заводчиков Килденгенстад Хозяин этого рая для чистокровных лошадей Кронпринц и министр иностранных дел Дубаи Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум Его лошади уже несколько десятилетий держат первенство на ипподромах Он и его три брата имеют две тысячи скаковых лошадей и много конных заводов Килденгенстад один из самых красивых Он был основан в 1879 году В 1986 его купил шейх Мохаммед В огромном парке с двухсотлетними деревьями Находится и дом хозяина, где он редко бывает Но в воскресенье, в день проведения дерби Сюда прилетел старший из братьев Мактум Чтобы стать свидетелем возможной победы своих лошадей Рабочие продолжают работать Не обращая внимания на приезд брата своего работодателя Все работы, на которые выделяются огромные деньги Проводят с большой тщательностью и любовью к деталям Элитная обстановка впечатляет Джо Осборн шесть лет работает генеральным менеджером И руководит 125 сотрудниками Что значит тот факт, что хозяином завода является шейх Мохаммед? Говорит Джо Осборн Он самый крупный в мире владелец чистокровных лошадей Такого количества лошадей нет ни у кого Он один из самых успешных заводчиков и очень богатый человек Поэтому он смог вложить капитал и сделать наш завод одним из самых известных Шейх участвует в принятии решений? Да, конечно Он принимает участие в нашей работе Я говорю не о ежедневной работе, а об общем планировании и стратегии Что вы можете сказать о его роли и о роли семейства Мактум в развитии коневодства? Эта роль очень конструктивна Им удалось приобрести в разных странах мира лошадей-однолеток И вырастить их в Европе От этого выиграли европейские заводчики Благодаря им на английских и ирландских конезаводах появились лучшие жеребята и жеребцы Тем самым у заводчиков появился доступ к самым лучшим линиям Это лучшие лошади шейха Мохаммеда Инзе Винкс 13 лет Его рост метр пятьдесят шесть сантиметров Он выиграл Приде Ларк де Триумф Одну из самых важных гладких скачек Его считают носителем породы Второй жеребец из знаменитого созвездия Это рыжий Люциус Он родился в Америке от знаменитого проспектора Третьего зовут Пеннекамп Его дети уже подают большие надежды Он тоже американец В два и три года он становился чемпионом во Франции И прошел через серьезные испытания скачками С лучкой с ним стоит 23 тысячи евро Люциус резвится на фоне дома шейха Недалеко от жеребцов в большом поддоке Мирно пасутся племенные кобылы Они принадлежат к старинным семьям кобыл Которых шейх Мохаммед приобрел при покупке конного завода Эти современные конюшни были построены в 1988 году Ежегодно здесь рожают жеребят 90 племенных кобыл завода И 200 кобыл других заводчиков За ними ухаживают 70 сотрудников В июне эти конюшни пусты Как и семь других расположенных на огромной территории завода Этот белый конь не чистокровный жеребец У него своя задача У конного завода есть одна особенность Здесь не только занимаются селекцией, но и объезжают лошадей С сентября до конца года лошадей и однолеток приучают к седлу и весу всадника Каждый год здесь объезжают 200 лошадей Это больше, чем на любом другом конезаводе в мире Тренер дает указания Расстояние между лошадьми, темп, длина дистанции Ведомый опытной белой лошадью Молодой жеребец под наблюдением тренера Учится спокойным галопом, не уставая Преодолевать дистанцию в 1400 метров Удаленность тренировочного ипподрома и тишина Создают оптимальные условия для обучения молодой лошади ходить под всадником Ирландским сотрудникам завода Килдингенстад Принадлежащего арабскому шейху повезло Они работают не только на самом красивом Но и на самом современном конезаводе в Европе Здесь, в нескольких километрах к северо-востоку, все несколько проще Утренняя разминка в одном из 50 тренировочных поддоков Расположенных на ипподроме Куррак Это Джон Окс, тренер с университетским дипломом 20 лет он успешно работает на международном уровне И признан одним из лучших тренеров Ирландии Джон Окс тренирует лошадей Ага Хана и шейха Мохаммеда Которому принадлежат 50 из 125 лошадей Лошади идут по удаленному участку территории ипподрома На этом тренировочном поле фермеры пасут овец Ипподром платит государству аренду за этот участок Джон Окс внимательно наблюдает за каждой лошадью и каждым всадником Он знает слабости и сильные стороны лошадей и жокеев Лошади переходят в голоп Легкий подъем — это укрепляет сердце и легкие Увеличивает приток кислорода в крови, укрепляет мышцы Тренер внимательно наблюдает, как двигается лошадь, как она дышит, что она может Как чувствует себя лошадь в руках хорошего тренера Говорит Джон Окс Лошади любят расслабленный ритм работы Они не любят каких-то сюрпризов Они предпочитают знать, что они должны делать Видите, как они спокойны Важно, чтобы они не возбуждались Следует избегать всего, что могло бы их испугать Если исходить из этого принципа, можно быстро добиться значительного прогресса Вы тренируете 50 лошадей для шейха Мохаммеда Какую роль этот человек играет в развитии конного спорта в Ирландии? Шейх Мохаммед и его братья оказали большое влияние на конный спорт В Европе и даже в Америке Но в основном в Европе и Ирландии, где находятся их самые большие землевладения Думаю, что шейх Мохаммед – самый крупный землевладелец в Ирландии У него тут больше всего земель И здесь разводят большинство его лошадей Шейх имеет очень большое влияние на коневодство в Ирландии Эти лошади тоже принадлежат шейху Мохаммеду – самому крупному работодателю в коневодстве Он посылает своих быстрых скакунов на ипподром Курак, чтобы выиграть ирландское дерби Последний день июня на ипподроме – кульминация всего года В этот день проводят 8 забегов, и каждый жокей стремится выиграть дерби 30 тысяч зрителей со всего мира – американцы, австралийцы, южноафриканцы, но прежде всего ирландцы, приехавшие из столицы или простые фермеры из окрестных деревень И, конечно же, дамы в необыкновенных шляпках Они хотят, чтобы их заметили и сняли для телевидения Как и всех остальных, их привело сюда желание увидеть элитных скакунов и признанных во всем мире известных жокеев На ипподроме, известном своими традициями Всем интересно, кто выиграет дерби почти в 2 миллиона евро Что касается страсти делать ставки, то тут ирландцы ничем не уступают англичанам Они изучают программу скачек, учитывают советы по выбору фаворита, читают о конкретных лошадях И только после этого делают ставки Часто они очень рискуют В Ирландии, как в Англии и Франции, все еще существуют частные букмекерские конторы На доске уже написаны имена главных фаворитов скачек А вот и они – звезды ипподрома Порт Байо, Бит-Ау и четвертый номер – Чингисхан А это самый богатый человек в мире – повелитель Дубаи Он хочет, чтобы победили две лошади, принадлежащие его семье Прежде всего, это мутафавек, за которого из-за поздней заявки пришлось заплатить 150 тысяч евро Не проблема для Мактума бин Рашида Аль Мактума, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Все замирают, когда по рингу проводят лошадей Это последняя возможность их оценить Наверное, самый знаменитый жокей Фрэнки де Тори И Саид бин Сурор – тренер из Дубаи, работающий в Англии по поручению своего повелителя Тренер и жокей вместе и полны надежд Последнее наставление Спектакль начинается Фрэнки де Тори помогают сесть в седло Последний взгляд на заветный хрустальный кубок И потом все проходит в бешеном темпе Девять лошадей прошли 2400 метров за 2 минуты 32 секунды Восемь проиграли Это победитель дерби Нет, это не мутов, а век Гнедой жеребец шейха из Дубаи Это жеребец Монтьё и жокей Кэш Асмусен Лошадь, цена которой с этой минуты резко возросла На трибунах радость или разочарование Там тоже есть победители и проигравшие Внимание прессы И, конечно, счастливые заводчики, разбогатевшие на миллион На следующий день Пустота, тишина, поля Ринг опустел до следующих скачек Килдор, остров на острове Центр разведения чистокровных лошадей На несколько квадратных километрах Тут собрано все, что заставляет учащенно биться сердце любителей лошадей Режиссер Михаэль Штофрегенбюллер Оператор Вольфганг Вагнер Звукооператор Торстен Хёльд Монтаж Карин Софи Райн Редактор Герхард Скрабицкий Фильм озвучен студией Кипарис по заказу Союз Видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова